Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо. Давно мы не снимали наши банные посиделки, театр Планета Дзюдо. Мы собрались здесь сегодня. Я Роман, Владислав, Рустем, Алексей. Тема дня. Страх. Слово уже стало. Влад, ну давай, тебе слово, скажи что-нибудь о страхе. Потому что сразу википеде порез. Не, не знаю, не слыхал такого понятия. Это, говорит, время пошло, да. Мне нравится, знаешь, как это, страх это чувство. Правильно? Вот я и скажу, что страх это чувство. Можно перестать российское с киндель. Это протокол электроновения. Ну и все, поломался. Да, я думаю. Всего, я все. Это чувство. Хорошо, ростаем. Можно я пока сейчас доделаю дело и включусь. То есть ты один остаешься сам собой. Страх? Что такое страх или что? Не, вообще вот страх. Страх. Что ты можешь сказать? Не знаю. А вообще вам страшно? Очень. Мне меньше, может, становится. А когда, Влад, ты вот так можешь вспомнить, у тебя первое вот это чувство страха появилось? Ты его ощутил? А какого ты имеешь в виду? Я не знаю, любую. А есть страх высоты? Нет, когда ты впервые почувствовал страх. Мне все равно. Вообще, твои воспоминания, когда ты впервые его ощутил. Есть такое? Нет. Нету такого. Получай, Алексей. Какой-то временной период. Я не знаю, вот мандраж, представитель, это страх. Это мандраж. Ты его даже не называешь страхом. Это мандраж. 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 Страх это защитная реакция организма на неизвестные условия внешней среды. Да. Точно. Я сделал. Не бойся, не бойся. Если вы позволите, у нас же не ограничено. Плёнка, да? Плёнка. Ну, если что, мы как бы это остановим. Если вы помните, когда мы с вами в начале наших посиделок разговаривали, я очень часто цитировал ведические знания. И когда даже мы тренировали, я всем ребятам говорил, помимо физических качеств и так далее, я говорил, что есть качество характера, присущие мужчине. И на первом месте там была, я напомню, целеустремлённость. На втором месте бесстрашие для мужчины. И третье – это щедрость. Вот если ты говорил о страхе, то здесь уместно, соответственно, упомянуть такое качество характера мужчины, человека. Это бесстрашие. Что подразумевается под бесстрашием? Как я для себя понял, может быть, не совсем глубоко, но бесстрашие – это очень глубокая вещь, потому что страх, когда ты спросил страха, кто чувствовал страх? Страх – это главный самый страх, глубоко спрятанный страх смерти, страх исчезновения и так далее. Я его почувствовал в детстве, когда был маленьким, я представил, что у меня может не стать, а мне стало страшно. И вот ведическая наука, как я её понимаю, учит тому, что мы – это душа, и душа бессмертна. Она имеет качество бессмертия. Все знания, обладают всеми знаниями, и душа постоянно как бы находится в счастье, всевозрастающем счастье. И если человек осознаёт себя как душу и не ассоциирует себя ни с тренером, ни с учеником, ни со спортсменом, ни с бизнесменом, ни с кем-то ещё, мужем, сыном и так далее, а именно как душу в первую очередь, то так как душа имеет главную характеристику, одну из главных – это бессмертие, то получается нет оснований у человека глубоко бояться смерти. И если человек помимо теоретического понимания это принимает, вот как мы с тобой приняли вегетарианство, ведь вначале для здоровых мужиков, которые поглощали мясо, пирожки, бляши и всё это остальное, вегетарианство было чуждым. Ну, постепенно, постепенно понимание того, что милосердие – это является, в общем-то, качеством, которое мы можем себе позволить, даже в этот железный век раздора, калий-юга называет его, то также и понимание того, что мы – это душа в первую очередь, а не тело, потихонечку придёт к нам, мы примем его, и в душе, которая бессмертна, нет смысла просто тратить энергию, эмоции на страх, и, соответственно, качество характера бесстраша, оно будет к нам приходить, и, в общем-то, такое понятие, как страх, оно может превратиться в мандраж, в беспокойство, в какую-то разгневность. А вот мандраж, беспокойство – это не проявление страха? Это нет, это проявление слабости, бессилия, как мне кажется. Слабости, бессилия, некого угрызения совести, что-то недоделанное, какие-то вещи. Но не страх. Глубинный страх, по-моему, это именно страх смерти, который полностью, теоретически, я не говорю, что я такой просвещенный, но я, как бы, к этому стремлюсь, что если осознать, что нет смерти для души, а каждый день в жизни мы убеждаемся, что мы не можем быть просто телом, тогда, в общем-то, и страх исчезает. То есть есть метод борьбы со страхом, с глубинным самым страхом. Есть метод ведического знания. А вообще, откуда появляется страх? Человек рождается уже со страхом? Человек появляется в материальном мире, и всё, что здесь в материальном мире есть, оно как бы даёт человеку возможность понять, что нету Бога, нету истины, всё относительно, всё создано для него. А вот знаешь, говорят, некоторые же люди делают так, что, типа, побойся Бога, говорят, такая есть фраза, страшат Богом. Ну, это для уровня сознания, которое боится именно, которым можно... Зачем вообще человеку общество или среда внешне, как бы, навязывают вот это понимание страха? Зачем? Ну, это манипуляция. Мы же в материальном мире. В материальном мире, если он ассоциирован именно с материей, то здесь, как бы, вот эти законы, законы манипуляции, управления, эксплуатации, насилия, они, как бы, даются, как определенные постулаты жизненные. Среда, вот, если ты, как бы, в этом материальном мире хочешь быть успешным, то, значит, ты должен быть жестоким, да, ты должен применять насилие, эксплуатацию, манипуляцию, обман и так далее. То есть, если ты, как бы, хочешь нырнуть успешность. Нет, зачем вообще человеку, вот, внушают стран? Кто? Ну, окружение. Какое? Зачастую. Как тебе внушают? В разном, ну, а конкретно. Ну, допустим, начнем с того, что родители, первые, то они начали внушать страх. Ну, первые, это родители, конечно, там, да, это не трогай, это... Ну, нет, это... Это туда не делай. Это, наверное, что-то... Это еще и трава, в принципе. Ключины, все нужно сделать. Да, это по-разному, как мы можем взять, как и людей глубоко вендущих, в религиозном мире, которые тоже пугают невидимым. Невежество. И это... Родители нагоняют на тебя страху с целью оставить тебя в живых. Да, значит, у них тоже есть страх. А почему у них страх, что в потере? Нет, нет, нет. Конечно, конечно, это очень... Что в потере? Ребенка. Но если глобально смотреть, то любая самка будет передавать там, да, любому там животному, что можно жрать, чего нельзя. Ну, это еда, а мы говорим о страхе. Ну, вот она тебе сказала, блядь, ты чего тащишь поганку в рот, ну-ка брось, блядь. Да. А то сдохнешь. Страх. Ну, ты будешь знать, что если ты не съешь, ты сдохнешь. Забота. Баю, 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 баю. Чего? Страх это забота. А, внушение страха это забота? Все враги подохнут, мы попадем в рай. Ты сказал это, сдохнут? Я спорю. Баю, баю. А у меня такая мысль пришла в голову, что страх это один из инструментов, ну, то есть, как страх, как качество, оно не человеческое. Вообще, оно не живое. Оно не присуще ни одним живым организмам. Мое такое мнение. Это страх, это навязанное, я имею ввиду, для человека, качество после его рождения, средой обитания, обществом, с одной единственной целью. Особенно, ну, чем, как бы, не прогрессивное, а, как бы, чем становится, типа, эволюционнее общество, тем больше нагнетание страха усиливается для одной, для решения одной лишь задачи. Порабощение, создание рабов. Потому что, внушив человеку страх, им можно управлять. Ну, нет, я тогда не правильно, мне, наверное, немножко не так, я думаю. Не создали такую категорию, как страх, а используя заложенный в каждого человека глубочайшим образом инстинкт самосохранения. Ну, мы отрубуем, это инстинкт самосохранения, это не страх. А страх это качество, психическое такое. Вот я говорю, что заложенное в любого человека качество, инстинкт самосохранения, используют, нагнетая вот это придуманное понятие страх, чтобы манипулировать. Ну, инстинкт самосохранения, он... Ну, как, это же на страхе основан основан. Страх самосохранения? Конечно. Страх боли, в первую очередь, дотройте его до плиты. Не, не страх боли, это не страх. У тебя просто ощущение, чувство. Ты вот здесь вот горячо, все, это не страх, это просто так. Ну, так и здесь, поэтому тебе говорит этот, не сделаешь так, будет горячо. Инстинкт самосохранения срабатывает. Он тебе говорит сверху, ты не пойдешь в армию, тебе будет горячо. Или ты там, ты не будешь платить налоги, тебе будет горячо. Так же он говорит? Ну, пугает. Здесь пугает твое знание, что ты дотронешься срабатывать горячо. А, ты хочешь сказать, что вообще страх, это заложенное в человеке качество? Нет, заложенное инстинкт самосохранения. А это производное? Инстинкт самосохранения. Ну, ты согласен, что он есть? Что ты отдернишь руку, даже не задумываясь. Это инфлекс. Который подчиняется инстинкт самосохранения. Ну, не знаю, это уже другая тема. Но так как, да, у волка нет мозгов, чтобы думать, да, какой-то эфемерный страх. Он инстинктивно знает, что вот это, здесь меня могут укусить. Ружье пахнет маслом, да. Здесь меня могут укусить, здесь меня могут убить. Боль, это уничтожение моей жизни, сохраниться, уйти. У человека это тоже, но у человека еще есть. Тим Шелл, выбор. Который, который, то есть, что этот принц, помните, да? В который он может поступать нецелесообразно своей выгоде. Ты знаешь, что тебе будет больно, блин, если ты не заплатишь налоги, например. Но ты их можешь не заплатить. На целенаправленно, идя на боль. Те, кто любит боль, но это опять другое, это не страх. Те, кто любит боль, их называют... Нет, 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 ладно, тебе скажут, скажи, где партизаны, блин. И тебе не будет больно. Да, да. А не скажут, где партизаны. Здравствуйте. Заходите. Можно? А тебе будет больно. А тебе вот этот эмпирический, как он там, конъективизм, блин, скажут. Скажут, у тебя есть выбор, хочешь больно, хочешь скажи на паузу, ты боишься что-то? Нет, 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 нет. Ты хочешь поговорить об этом, да? Ты боишься, что плохо видео получится? Не бойся. Не бойся, он знаешь, он говорит, утром удалю. С YouTube. Всех приветствую. Дмитрий, вот поверните туда, вот вас снимает камера. Это Дмитрий, да, и мы говорим о страхе. О страхе? Ой, классная тема. Я уже боюсь об этом говорить. Первый урок становись здесь и раздевайся. Трама камера, да? А может музыку хоть? Музыка. Бери баян, раздевайся вместе с ним. Под баян. Это не будет полноценным раздеванием. Договорились. Ну что, что-то хочешь? Что, Димка греется, пойдет. Можно, да. Да, давай. Конечно. А мы что, с дороги-то? А мы потом продолжим по страхе? Да. Мы можем и сейчас остановить. Я не знаю, что я забежал такой, это... Ух, 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 страшно. Не страшно, я же не знаю, что бояться надо. Так, к нам присоединился Дмитрий. Многие его уже видели по нашим банным посиделкам. Буквально там, может быть, месяц назад это было. Вот, Дмитрий. Специалист в области баяндо. Ладно, говорим о страхе. Как, где он, дзюцу. Говорим о страхе. Дмитрий, ну давай, твое понимание. Твое понимание страха, это защитная реакция перед чем-то, перед опасностью. В большинстве случаев страх появляется перед смертью человека. Человек боится смерти и все, что угрожает его жизни. И страх возникает перед неизвестным. То есть, преодолеть что-либо того, что у тебя не было еще в примере, и ты не знаешь, и не видел, и возможно даже никогда и не встретишь этого, это тоже вызывает страх. Но эти два понятия можно объединить в одно, как страх незнания будущего и непонимания того, что будет происходить после. То есть, страх неизведанного. Потому что после смерти человек боится смерти, потому что он не знает, что дальше будет. В том преимущество верующего человека, что он уверен, что после его сегодняшней жизни будет какое-то продолжение, или не будет продолжения, без разницы в чем он уверен. Но он, если уверен, то он ведет себя спокойно в этом отношении. Страх неизведанного будущего. Преодолевается, ну, в принципе, твоей фантазией и опять той же самой верой в тот результат, который ты задумал, переходя неизведанное. Ну, в религию... Тогда страх бедить своими фантазиями, тогда страх с фантазиями навеян. Еще раз. Ну, ты только что сказал, что страх можно победить своими фантазиями. Не фантазиями, а внушением себе положительного результата. Так и отрицательного результата тоже. Да-да-да, это все как бы, ну, внушается через незнание того, что тебе предстоит в итоге. Страх это... И вера... Заложенная в человеке... Можно я сейчас закончу мысль? И, как я считаю, потом будем уже дискуссировать. Давай. А вера в любом ее взаимоказании, помогает тебе побороть страх и внушает тебе положительный результат твоих действий. А страх... Мы там сидели в бане, в парилке. Ты сказал, что страх это приобретенное или... Нет, это... Или заложенное в человеке. Нет, это заложенное, естественно, в человеке. Ну, как? Это сложно судить. Сложно судить, потому что часть страхов нам, конечно же, заложена нашим воспитанием, чего-то мы боимся, это перешагнуть какие-то границы психологические, пойти в лес, потому что это может случиться, но может и не случиться. А ты испугался, когда люди, как называют, сильные миры сего, сказали, одень маску и не выходи из дома? Нет. А? Нет. Не испугался? Нет. То есть тебя полтора года пандемии страх не навеял? Нет. Нет. Вообще нет. То есть в моем представлении, человек это живое существо, ну как бы пускай пугают смертью, человек живое существо и есть естественный отбор. Были тысячи эпидемий, и известные миру, и неизвестные в разных точках земли, то есть симбиоз всяких микроорганизмов и больших организмов. И это просто что-то очередное. А зачем внешняя среда, внешнее окружение вселяют страх? Это уже другой вопрос. Это уже совершенно другой вопрос. Я его и задал. Зачем? Мы же говорим о страхе. Я и задаю вопрос, зачем внешнее окружение вселяет страх в человека? Страх? Ну, зачем его вселяют? Но человека боящегося, как бы он, опять же, если не подгонять, а следовать моей философии, то когда человек знает путь и знает результат, вера у него есть, то он идет по этой тропе. Если человек боится, то ему можно любой указать путь, необходимый кому-то извне. Ты когда выходишь на сцену с баяном играть, у тебя есть страх? Наверное, это больше волнение. Ну, волнение – это проявление страха, нет? Ну, нет. Одно из проявлений страха – волнение. Нет, ну, в какой-то степени, в какой-то степени. Ну, одна из градаций страха, допустим, там, может, первичное волнение. В чем у тебя волнение, потом у тебя это, потом там еще, потом еще, и, в конце концов, страх и, как говорится, парализующий. Нет, на самом деле… Готов клиент. Доказано учеными, что артист, выходя на сцену, испытывает прединфарктное состояние. То есть, его волнение настолько, его, как бы, не только волнение, а его организм настолько в стрессе, что это равносильно прединфарктному состоянию. Ну, ты испытываешь страх, выходя на сцену? Конечно. Испытываешь страх? А почему? Волнение, страх, да. А почему? Ну, в какой-то… По какой причине у тебя страх, выходя на сцену? Ну, в причине, например, неуверенности в себе. А, ну, а неуверенность в себе почему? Ты думаешь, ты боишься чего? Что тебя не поймут? Что ты лоханешься? Ну, в том числе. Да. В том числе, да. А не насрать ли тебе на тех людей, кто подумает, что ты… Ну, это… Если мне насрать, то меня не будет волновать это. И у меня не будет волнения. То есть, тебе опять общество, окружающая среда, люди, тебе внушили, что тебе не должно быть насрать на других. В результате, ты из-за того, что тебе не насрать на других, волнуешься, и тебе таким образом через… Давайте заменим слово. Как? Насрать? А на какое слово? Я не знаю. Синоним давай. Ну, ты равнодушен. А ты равнодушен, да. Если ты равнодушен к людям, то у тебя нет страха. А зачем тебе общество вселяет неравнодушие к людям? Будьте уравнодушены. Тебе какая разница? Что они скажут? Хорошо, плохо? Ты играешь на баяне. Нет. Это уже мы переходим к рамкам законодательства и нашего общества. Когда твои ограничения, ограничивая себя, ты защищаешь себя от действия другого человека. Это, в принципе, как бы вот мы эту тему уже перешли. И, как говорил, не помню кто Аристотель или кто там из великих философов, твоя свобода заканчивается там, где начинается кончик носа другого человека. В принципе, если мне будет безразличное общество, и общество будет отвечать тем же самым, то мне не выжить, потому что я могу быть слабее. Просто физически. Потому что мы социальные существа. А почему? Потому что мы социальные. Ну, заболел. Кто тебе это сказал, что мы социальные? Ну, мы так... Тебе внушили это опять, что ты социальное существо, и ты боишься теперь быть не социальным. Да будь один, люди живут обшельниками, есть такие, блин, и жили, и живут, уходили, и все. И ничего страшного. Это исключение. Страха не было. Исключение. Из чего? Из правил. Из каких? Опять тебе все правила. Ты должен следовать по правилам. Не будешь по правилам, мы тебе накажем. Страх. Протокол надо соблюдать, ритуал надо соблюдать. Зачем? Они гарнизируют. Кого? Структурируют твои действия. А ты соблюдаешь протокол? И в то же время... И в то же время... Да, мы приходим и здороваемся. Да, да. Это же ритуал. И в то же самое время ты как бы этими же правилами, выполняя эти правила, ты себя в первую очередь тоже защищаешь от тех, от того общества, от тех людей, которые могут также их не соблюсти. У нас был один такой человек, который нам сказал, что окружающий мир опасен. В принципе, да. Он прав. Почему? А почему нет? Ну, не знаю, ты не опасен. Я не опасен. Потому что наше общество меня воспитало таким образом, что культурный код какой-то есть, не без разницы, как это назвать. Но это красивое слово. Поэтому я его повторил. Пользуйся. Как он говорит. Мы говорим, что сейчас в нашей дискуссии у меня могут возникнуть вспышки гнева. Еще один вопрос и все. Да, и может быть, например, мордовой. И это уже становится на опасно. Но культура наша и воспитание, оно запрограммировало нас таким образом, что даже возникающие у меня вспышки гнева, они... А почему гнев у тебя может возникнуть? Не согласен с моим мнением. То есть страх того, что тебя не... Почему страх? Просто это гнев. Это не страх вообще. А разве гнев не появляется от страха? Нет. От раздражения. Раздражение. Ну, гнев от раздражения, а раздражение от страха? Нет. То есть я не понимаю? Нет. Ладно, ну не все в страхе. Нет? Нет, не все в страхе. Ну, комар тебя кусает? Да. Ты же гневаешься, ты же не боишься комара. Ну, ты можешь настолько вот, он тебе всю ночь не давать спать, или там 3-4 комара в палатке, да, в какой-нибудь. Ты забыл дома этот, от комаров. И ты гневаешься на себя, ты в ярости, ты ходишь, машешь, но ничего с этим поделать не можешь. Ну, а если только комары не угрожают? Мы уже начинаем есть и подставлять. Ну, хорошо, увеличение количества тех веществ, которые тебя... Мы можем тогда пригнать вместо комаров медведя, и это будет абсолютно другая ситуация. То есть чем количественнее или больше... Нет, подожди, мы уже уходим от темы... Почему? Чем больше раздражитель, тем больше страх. Нет. Нет? Нет. Раздражитель может быть маленьким? Маленький он вызывает... Последнее капли. Ты его можешь не видеть, зуд. Может вызвать раздражение? Может. Тополиный пух какой-нибудь, я не знаю. А страх? А что такое? Может и вызвать страх, может. Ну, допустим, у тебя укусил комар. Ты говоришь, комар. Ты же не бываешь, он страх не вызвает, да? Нет. А меня укусил комар. От комара пошла аллергическая реакция. Начало воспаление. Что у меня появляется внутри? Страх? А, точно. Это уже не на комара, это уже на реакцию. На слесарь. На слесарь. Мы уже боимся... Мы уже боимся чего? Не знаю. Мы уже боимся впоследствии этой реакции смерти. Если мы знаем, что, блин, ну комар укусил, у меня обычно раздувают, или у всех людей раздувают, да проходит. И все. У меня не царь. Кто будет бояться, никто не будет бояться. Митрий Петрович, позвольте в качестве помощника модератора передать слово будет слава. А я там, да, подымай, не остановил. Я вот реально во вкус вошел на камеру, работая. Ты как-то для себя снимаешь. Ты сначала страх потерял. Смотри. С-трах, если слово написать. С-это сопричастность. Вчера у тебя Э-ж было, а трака не было. Ты не был сопричастен. Так это и позавчера не был. Это и позавчера. С-трах. А трах это удар. Трах. Да. То есть мы боимся удара. Да. Пять баллов. А что нас может ударить? Все что угодно. Еще балл. Событие. Человек. Ну, предмет. Время. Варюшка подготовился, да, такой страх. Не, он просто, видишь, Софию разобрал, что это конец. Он разобрал, раз тему страха, он и страх разобрал. Ну, человек-то... Вон, не зря атрибут покладин, как говорится, в главу угла. Вот. Книг читаем. Что ты закрыл этот атрибут? А это мы не читаем, не изучаем. Ну, здорово. На этой позитивной ноте можно... Вторая смена, идите, Борис. На этой позитивной ноте Влад закончил поиснование... Атрахи, атрахи. Опять все об этом пошел, Фарик. Ну, почему? Мы ее забрали. Влад не хочет больше добавлять ничего. Рустем, есть что добавить? Ну, если резюме, то получается, как ни крути, то со страхом ключевой смерть слова. Нет. Ну, удар, удар. Я советую. Подойди. У тебя ключевое слово со страхом – это смерть. А у тебя, Дима? Если резюме. Неизведанное. Боязнь неизведанного. Так, хорошо. Потому что человек... Это резюме. Верующий. Ну, как, по моей, да? Человек, имея веру, он не боится. Я, наверное, верующий. Вот и все. Ладно. Ну, В общем, почему я, ну, эту тему... Вчера я ехал в машине на мероприятие. Ребята там выступали. И... Песня заиграла по... Ну, в машине. Группа Ария. Я свободен. И там были такие слова. Я свободен. Я забыл, что значит страх. А я что-то у меня зацепил это и так далее. Когда мы начали... Ребята начали выступать на мероприятиях. Внутри меня начала загораться вот эта, как бы, волнительность. Ну, первые капельки вот этого страха. Ну, в конце концов порождающего. Волнение, там, не знаю, мандраж, вот как мы говорим. Это проявление частично страха. Почему? Потому что, если, конечно, не контролировать волнение, мандраж и так далее, то страх, конечно, тебя в конце концов поработит и оно будет тобой манипулировать. То есть, мое мнение такое, что страх, он не качество человека, который не рождается с ним. Человек рождается абсолютно бесстрашным. Потому что, если бы он не был бы, ну, по поводу бесстрашия, да, человек рождается без страха. Потому что, если бы у него был бы страх заложен в нем, он бы не родился бы тогда. То есть, он бы тогда не появился. Но первые окружающие среда, то есть, те, которые рядом с ним начинают, потихоньку формировать в нем чувство страха. По разным причинам, к разным вещам. В конце концов, передача из семьи, он уходит в садик. Ну, есть некоторые социальные объекты, структура. Для чего это создано? Для одного простого понятия. Ну, по моему мнению. Это манипулирование личностью, манипулирование обществом для того, чтобы управлять им. Управлять, как, типа, сделать из него раба. Поэтому человек свободный, как в этой песне, он освобожден от страха. И вот я вчера, меня вот это начало чувство. Я думаю, почему меня начинает тревожить так? Почему тревожить? Вроде бы я никому не обязан, с одной стороны. У меня нет никаких обязательств. Ну, конкретно, в каких-то планах. Если что-то плохо получится, то мне не дадут зарплату. Я там умру с гордостью. То есть, в принципе, страха не должно быть. И внутри я стал себя, как бы, немного подумать. Успокаивать. Думать, так, хорошо. Потом с ребятами. Вижу, ребята тоже, как бы, переживают. Я думаю, почему? Опять. Потому что мы участвовали, я понял, мы участвовали в соревнованиях. Соревнования – это ревность. Ревность – это одно из, как раз-таки, тоже таких качеств, которые создают страх в человеке. Создают страх. Ревность. Ревность кому-то. А, он уйдет к тому, медаль уйдет тем, а мне не достанется, я это. Страх, что скажут там родители, тренер, дети, судьи и так далее. И я понял, что соревнования никому не нужны. Они как раз-таки тот инструмент, который опять создан был специально, чтобы порабощать людей, вселять им чувство страха и таким образом манипулировать ими. Если бы мы просто, вот как ребята, мы с ними в зале просто занимались, и они были все раскрепощены, никто никому не обязан, ничего. Мы просто занимаемся для кайфа. Но как только какие-то идут рамки, федерация, ассоциация, чемпионат мира, где есть какие-то привязки, все, мы начинаем беситься, нас начинает это раздражать. И я понял, что страх это не человеческая штука, то есть не живых организмов. Это навязанная, придуманная идея для того, чтобы управлять, управлять животными, ну любым животным миром, даже на уровне религии. Ну, подожди, можно ли тебя спросить? То есть ты правильно вот эту песню привел. Значит, получается, что страх это тот инструмент, который кем-то, кого ты не называешь, да, используется для того, чтобы лишить человека свободы. Да, да. Решить его свободы. В каких-то действиях и вообще в глобальном масштабе. Тогда вот очень важно здесь понять, ведь мы же говорим о понятийном аппарате, что такое свобода. Ведь я просто забегая вперед, хочу сказать, что настоящая свобода – это осознание определенной ответственности. То есть свобода не бывает безбашенной. То есть свобода, она как бы обратная сторона. Ну, я не знаю, это надо уже там дальше говорить. Я просто говорю, что человек, опять, я еще раз говорю, вот это мне понравилось, то есть если в человеке нету страха, то он свободен. Мне это очень понравилось. Это вот к любому можно отнести. Что такое свобода тогда? Свобода? Да, пойдем дальше. Ты же начал говорить то-то и цепочка. Он, значит, он свободен. Что такое свобода? Свобода – это отсутствие страха. Отсутствие страха. Да. Вот, правильно, Алексей Борисович. Отсутствие страха – это свобода. То есть... То есть категория свободы по тебе и по Алексею не может быть нами ощутима... Если у тебя есть страх... Подожди, подожди, подожди. Категория свободы не может быть ощутима кем-либо, если ты не знаешь такую категорию, как страх. Если ты бесстрашный человек, и ты не знаешь, что такое страх... То ты свободен. То ты не можешь понять, что такое свобода. Нет, наоборот. Подожди, я тебе спросил, что такое свобода. Я объяснил свободу, как отсутствие страха. Отсутствие страха. А если ты не знаешь, что такое страх, я не могу понять, что такое свобода? Да. Если ты не знаешь, что такое страх, ты не можешь понять, что такое свобода. А с другой стороны... А я связываю свободу с ответственностью. А какая у тебя свобода с ответственностью, как понять? Это уже другая тема Немножко Мы можем о ней тоже поговорить потом Но просто мы сейчас Подводя итог Ты ассоциируешь свободу с ответственностью Просто я привожу к тому, что Страх Внедрен в сознание человека Только для того, чтобы Сделать его несвободным Хорошо, тогда вопрос Животные боятся? Не знаю Внешние проявления страха У ребенка и у животного Они схожи? Не знаю В принципе, внешние проявления одинаковые Ну какие? Все начинают закрываться И испытывают чувство страха Дрожь, закрывание глаз Сокращение организма Подставление более сильных частей тела Для чего ты бьешь собаку? Нет, нет Это вообще Другой вопрос Ничего, я не знаю Это мой фетиш И на корню Получается Эта философия уже неправильная Почему? Ну потому что Изначально было сказано По вашей философии Что страх Это искусственно зарожденное В человеке чувство Конечно А оно природой создан Нет Но мы только что выяснили Что страх природой создан Нет, природа не создана Это ты навязал собаке Ты взял дубинку и бьешь ее Один раз когда ударил Она не поймет А потом как ты только ее ударил Навязал ей это чувство Она понимает Что у тебя навязал Ты не ударил Один раз обжешься Она посетит об эту После ощущения Ну то есть Ощущение страха происходит После действия А не до Ну конечно Если ты не знаешь Да Либо неведание Страх неведения Либо страх уже испытанных Каких-то Так нет Я ей говорю То есть до тех пор Пока собаку Не ударили Не ударили Она не понимает Она не понимает Что Вот она теперь поняла Что вот это Это больно ей Все У нее просто Называется инстинкт Как мы говорили Самосохранение Сработает Что вот этот больно Когда я пойду дальше Да Смотрите То есть Человек Может быть свободным Когда он полностью Освобожден от страха Да Значит человек Никогда Априори Не может быть свободным Потому что Ты сейчас Подойдя к печке Отдернешь руку От нее Из боязни Обжечься Боли То есть Мир Нас окружающий Он не Априори Не может дать нам Быть полностью счастливыми Потому что Он все время Нам напоминает Что здесь вот больно Здесь мокро А здесь горько То что пугает тебя И как ты себя Ассоциируешь С человеческим телом И с этим миром Материальным Мы же вначале говорили Ну опять же Что ты есть Кто ты видит Можешь пойти в печку Но ты же не пойдешь в печку Ну да Больно Да А почему ты не пойдешь в печку Больно Ну даже не больно Семьми мира сегодня сказали Нам этого Ну вот Гаси Заботись Мы гасим Свет Сушим масло Вот Ну если кто-то захочет Свои комментарии Оставьте Может кому-то было интересно Да Вот Каждый высказал свое мнение Вот Причем без страха И упрека Чао Какао Хаоо Да Сушим масло Немного Сушим масло